Приветствую вас, коллеги! Я, как и обещал, выкладываю вторую часть съемки дикой природы в шаговой доступности с условным названием «Сколько видов пернатых можно сфотографировать на одной кормушке?» Ну, понятно, в разное время. К концу лета я решил снова уделить внимание съемке дикой природы и стал посещать самый близкий к моему дому парк – парк имени революции 1905 года. Я ходил по парку, а он достаточно большой, это раньше был лес фабриканта Куваева, и приглядывался к пернатым обитателям парка. У реки Талка птиц попадалось больше. Как-то высоко на дереве я увидел даже черного дятла, «желна» называется. Но для снимков все это не подходило. Было достаточно далеко. И в самом начале моих прогулок по парку в одном месте я заметил птичье оживление. Это были большие синички и поползни. Причиной оживления была кормушка, сделанная из пластиковой бутыли. Кормушки я видел и в других местах парка, но они чаще были пустые, и никаких птиц поблизости не наблюдалось. Позднее у этой кормушки я увидел и белку. Но белка, поедающая семечки из пластиковой бутылки, выглядела не слишком эстетично. И к тому же кормушка была закреплена вместе с густой листвой. И попробовав поснимать там, я получал очень много кадров со смазом. Поэтому я смастерил две кормушки и установил их в более открытом и соответственно более освещенном месте. одно из которых было не так далеко от того прикормленного места. И мне думалось, что птицы должны будут освоить и эту новую кормушку. Но, к сожалению, она довольно быстро исчезла. У кого-то, видимо, чесались руки. Вначале пропал насест, который я закрепил рядом с кормушкой, а через некоторое время и сама кормушка. А вторая установленная мной кормушка тоже не пользовалась популярностью у птиц. К ней прилетали редко, а позднее, уже поздней осенью, при первом снеге, вообще не посещалась по никакими пернатами. И я перестал туда захаживать. Так вот, с той прикормленной кормушкой я решил немножко изменить ситуацию. Рядом с деревом, на котором была она закреплена, были стволы деревьев меньшего диаметра, и один из них был повален и держался на ветках, которые уперлись в землю. Ствол в месте разлома расщемился, образовав ложбинку. В нее я и стал насыпать корм, чтобы переключить их внимание с бутыли на новое место. Как-то снимая у кормушки, я заметил даже дятла. Позднее я видел его неоднократно. Посещала кормушку и очень осторожная птица. Пожалуй, самая осторожная из всех, кого мне довелось наблюдать на кормушке. Эта птица называется Сойка. Если кому-то интересно, по-английски J. Мне удалось снять ее несколько раз, в том числе и на видео. Крупные птицы, такие как дятлы и сойки, используют мелких птиц как наводчиков. То есть мелкие птицы тут у кормушки суетятся, едят и Сойка или дятлы, пролетая, видят оживление, подлетают и решают присоединиться. Однажды прилетев к кормушке, Сойка уселась и как начала есть, практически просто проглатывая семечки в перемешку с арахисом. Если остальные птицы, в том числе и дятел, брали семечку другую и отлетали, чтобы поесть в отдалении или припрятать ее где-то, то Сойка уплетала прямо на месте. Так же поступали и белки. Семечки они ели прямо в кормушке, арахис игнорировали полностью, а вот орехи, фундук или грецкие, обязательно утаскивали куда-то. И как-то раз даже из Сойек образовалась очередь. Одна сидела в кормушке и ела, а другая ждала на соседней ветке. И еще своеобразный рекорд установили в один из дней белки. Их было целых пять. Одна ела в кормушке, а остальные прыгали и бегали по соседним веткам в ожидании своей очереди. В качестве лирического отступления я хочу рассказать вам об одной супружеской паре. Как показал мой небольшой опыт нахождения в парке, многие люди подкармливают птиц и белок. Но среди всех этих кормящих людей выделяется одна супружеская пара. Прежде всего своим системным подходом и регулярностью, с которыми они это делают. Не знаю как в других городах, а на рынках города Иваново семечки подсолнечника для кормления птиц стоят 70 рублей. По крайней мере всю осень и до конца года была такая цена. Они несколько мельче обычных и поэтому дешевле. Так вот, у меня уходит на корм птицам ну плюс-минус килограмм примерно в неделю, дней в десять, то эта супружеская пара покупает 6 килограмм на неделю, это не считая хлеба для кормления уток. Они кормят птиц днём. Я первое время ходил в парк рано утром и поэтому мы не пересекались. Но позднее, с сокращением дня, и я стал приходить в парк позже. Мы встретились и познакомились у одной из кормушек, вот которая оказалась самая прикормленная, и у которых я позднее собственно и фотографировал всех этих птиц. И если я находился у одной кормушки, то у них был целый маршрут, по которому были установлены ими же кормушки. Я в одной из встреч с ними хотел записать небольшенькое интервью на видео, но они скромно от такой перспективы устранились. Поэтому я, говоря о них, не называю их имён, так как вдруг и это им не понравится. По словам мужчины, делают они это регулярно уже очень давно. И у них получаются пропуски в кормлении ну максимум дней пять в году. Они были рады, что ряды кормильцев в моём лице пополнились. Меня они быстренько прозвали между собой фотокорреспондентом, так как я был всегда с камерой снимал. Если я, что называется, кормил птиц в корыстных целях, ну в шутку, конечно, так как я их фотографировал, то они это делали совершенно бескорыстно. В дальнейшем я стал приходить в парк кормушки и без камеры, только для кормления. Так сказать, для выплаты гонорара за проведённые фотосессии. Эту главу я назвал незаметные подвижники наших дней. Так вот, незаметные они для нас, для людей. А вот для обитателей парка они очень даже заметные, так как помогают им и пережить тяжёлые холодные времена, и в любое время иметь под рукой питательную подкормку. Те люди, которые регулярно бывают в парке революции 1905 года, скорее всего, видели их в деле. Некоторых, должно быть, они «строили», в кавычках, чтобы те не пугали птиц на кормушке своими собаками и детишек, чтобы близко не пускали, а то отпугивают пернатых и белок. Вот если бы таких людей было больше, то мир бы изменился к лучшему. И, может быть, такие явления, как жестокое обращение с животными и охота, как анахронизм, сошли бы на нет вовсе. Но, к сожалению, мы имеем ситуацию, которую имеем. Из одного видео Василия Вишневского в Ютубе я узнал, что выживаемость среди синиц в зимнее время, ну, может быть, и других видов, довольно низкая. И благодаря таким людям с выживаемостью, по крайней мере, в парке революции пятого года все в порядке. Так как листва в конце лета была еще густой и у кормушки были глубокие тени, то я даже несколько раз пробовал снимать со светом. Я ставил два светильника. Один на стойку, а другой подвешивал на соседние ветви для контрового света. И птица-то нисколько не смущало. Они также подлетали за семечками, как и в другое время. Белки, правда, после некоторого раздумья тоже делали это. В начале бегали по соседним веткам, но когда, что называется, голод побеждал, они подбегали и садились прямо на кормушку, не смущаясь, уплетали семечки. Находившись по делам в районе Суховки, это такой район в нашем Иваново, я заезжал два раза в парк Харинка, потому что недалеко находился от него. Прошелся по парку для ознакомления с наличием живности, и в центральной его части видел много разнообразных кормушек. Несмотря на то, что эти оба раза было ранним утром, но в кормушках было много разнообразного корма. Видел я белочек, дятла и вездесущих синичек. Если бы я побыл там и больше, то, скорее всего, увидел бы и других пернатых. Я был без камеры и поэтому не снимал. Все, что сейчас вы видите, это снято смартфоном, просто чтобы проиллюстрировать то, о чем я говорю. Первые дни съемок в парке революции пятого года у меня было много брака. Даже если птицы были вроде бы статичны, но при просмотре на мониторе выяснялось, что даже если тельце и было резким, то юркая голова частенько была смазана. Потом я вспомнил один постулат фотографа дикой природы, который гласит «Лучше получить шум на снимке, чем не получить его совсем». Я стал повышать ISO вплоть до 6400 для некоторых случаев. А это, как вы понимаете, для камеры Nikon 7100 очень много, даже запредельно много, так как камера выпущена была давно и матрицы в то время не были приспособлены для работы на высоких ISO. И с резкостью снимков стало тоже лучше. То ли я приноровился, то ли что-то еще, но снимки стали получаться нормальные. В этой подборке я представляю такие констатационно-портретного типа фотографии. Хотелось бы, конечно, чтобы стали получаться снимки с истории птиц в динамике. Типа как на взлете, в полете. У меня есть еще одна беззеркальная камера, способная делать 14 кадров в секунду. И даже с ней, пока птиц в полете, снять не удается. Точнее, удается, но пока только вот в таком виде. Вы пока готовьтесь загибать пальцы, а я сейчас покажу вам всех, кого мне удалось на этой кормушке сфотографировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ваксвинг, то есть восковые крылышки, крылья из ваксы, поползень будет ландслайд или лендслайд, как уж произнесёте, то бишь ленд земля, слайд, ну слайдеры, то есть стелющийся по земле, скользящий. И синичка тоже прикольно, Тит Маус, ну Маус это мышка. Буду вам очень признателен, если вы поставите палец вверх под этим видео. Впереди на канале очень много интересного и будет хорошо, если вы подумаете о том, чтобы подписаться. И можете поделиться своими впечатлениями от увиденного в комментариях. Всего вам доброго!